Владимир Владимирович Никифоров, профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней 2-го медицинского института. Способы снижения риска осложнения течения РУИ, фокус на препараты, управление иммунным ответом. Ну, это как бы название официальное, обычное, но все заканчивается обсуждением тех проблем, которые встают перед терапевтами в связи с новым сезоном респираторных вирусных инфекций. Пожалуйста, я тогда из эфира выхожу, Владимир Владимирович. Да, да, наконец-то. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, прежде всего, позвольте поблагодарить руководство и организаторов данной конференции за представленную возможность выступить на столь уважаемом форуме и рассказать, что нас ждет и с чем мы, в общем-то, пришли к началу нового эпид-сезона. Вот, тут название, которое вы видите перед собой, оно немножечко заужено, то есть, тема немножечко названием заужена, на самом деле, тема-то несколько шире, я бы хотел ее представить несколько шире. Вот, значит, вот если вы посмотрите на вот эту вот табличку, то увидите странную вещь, да, вот. Вот, сразу приходит на ум выражение, что есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика. Значит, дело в том, что, ну, конечно, вам совершенно понятно, что такой низкой заболеваемости гриппом быть просто не может от слова совсем. Вот, 50 тысяч, там, 51, 38, 54 тысячи. Значит, на всей огромной территории Российской империи, от Кёнигсберга до Хабаровска. Значит, а просто, ларчит просто довольно открывается. Дело в том, что несколько лет назад, уже порядочно как, вот, Роспотребнадзор властью им данной взял и запретил нам, клиницистам, ставить диагноз гриппа клинически. То есть, грипп должен быть обязательно лабораторно подтвержден. Тогда он становится гриппом. Ну, понятно, что в Москве мы это можем сделать, в Уфе можем сделать, в Хабаровске можем сделать, вот, а вот в колхозе кривое дышло у Хрюпинского района мы этого сделать не можем. По целому, ряд причин, вам понятно. Но грипп от того, что ему Роспотребнадзор перестал называться гриппом, он гриппом быть не перестал. Вот. Поэтому, что дальше, видимо, случилось, как я себе понимаю. Легкие, неосложненные формы гриппа благополучно оказались вот в таком красивом, с красивым названием разделе, как острой инфекции верхних дыхательных путей, там множественные неуточненные локализации. И вот тут уже 31 миллион, 30 миллионов, тут уже вот чувствуется размах. Причем, прошу обратить внимание, что это заболеваемость по обращаемости. То есть, люди настолько серьезно были больны, что все-таки пошли за больничным листом. То есть, это не просто какой-то там два чиха, вот, я и одна, прошу прощения, сопля, и температура 37,1, а это что-то, что вынудило людей обратиться за медицинской помощью. А сейчас, в общем-то, прогуливать работу не очень рекомендуют, скажем так. То есть, понятно, что это не просто какой-нибудь мелкопоместный ОРВИ, ничего не значащий. То есть, люди не смогли пойти на работу. Понятно, что здесь не один грипп, ясное дело, и не только грипп, но я думаю, что грипп здесь весь, вот он тот, который лабораторно не подтвержден. Легкий, средний, тяжелый. А вот тяжелые формы гриппа, закономерно осложняющиеся пневмонии, они попали, конечно, просто-напросто в раздел вне больничных пневмоний, которые тоже никакого лабораторного подтверждения не требуют. И вот тут пошли сотни тысяч, 600 тысяч, 700 тысяч, вот 760 тысяч. Вот тут не удивляйтесь, вот эта вот цифра, почти под 3 миллиона, это 2020 год. В начале, когда к нам пришел ковид, у нас не было возможностей лабораторной диагностики, не было для него соответствующей рубрификации, поэтому вполне закономерно, что масса больных ковидом попали вот в этот раздел во вне больничной пневмонии. Ну и в 2021 году, чего греха таить, поэтому не весь ковид подтверждается, и даже многие не подтверждаются, поэтому куда ему бедному деться, кроме как в раздел вне больничных пневмоний. А вот тут что хочу сказать, вот тут представлена заболеваемость по годам. Это от 1 января по 31 января одного года. Удобно, нормально, все хорошо, но не для респираторно-вирусных инфекций, расцвет которых приходится на конец одного года, начал другого. Поэтому для удобства, чтобы смотреть, следить за эпид-ситуацией, ввели такое понятие, как эпид-сезон. Он начинается с 40-й недели одного года, потом через Новый год и до 39-й недели другого года. То есть вот это вот такой вот срез от осени до осени, захвата наиболее такого вот периода как раз простудных явлений. Так просто удобно. Цифры, конечно, будут разные, они совпадают, цифры по эпид-сезонам и цифры по годам. И эпид-сезон обозначается как, вот сейчас, две недели назад, начался эпид-сезон 2022-2023. Ну вот так просто удобнее работать, но не более того. Хотя ни в какие аналитические документы статистические, вот этот эпид-сезон не входит, понятное дело. Понятие эпид-сезон. Ну и что касается вне больничных пневмоний. Вот я специально взял 2015 год, это еще до всяких ковидов, до всего, спокойные времена. И люди посмотрели, что является этиологической причиной вне больничных пневмоний. И у них получилось, что на первом месте стоит риновирус человеческий. А грипп, о котором я говорю, только на втором месте. А я уж был огорчился, что я не совсем правильно говорю и считаю грипп основной причиной вне больничных пневмоний. Но обратите внимание, в их исследовании 60 в 62 процентах, они все равно не смогли установить этиологическую причину. А так как вирус гриппа очень трудно подтвердить, на самом деле, он крайне нестойкий, поэтому его выделить трудно бывает. Тем более, что когда уже развивается понимание, там вируса может и не быть, естественно. А, соответственно, вот если мы добавим сюда эти 62 процента, ну или хотя бы 30, может быть, то получим все-таки, что на первом месте, наверное, как причина, наверное, все-таки стоит грипп. Ну, я не навязываю свое мнение, но в принципе оно никакого значения особого не играет. А вот посмотрите наши заклятые друзья-американцы, над которыми Роспотребнадзор их штатовский не давлеет и не диктует, какой диагноз клиницистам ставить. У них, обратите внимание, от 9 до 41 миллиона случаев гриппа. Вот у меня все-таки такой печень, их раза в 3 больше, наверное, приблизительно, по численности населения. Но у нас 50 тысяч, у них 41 миллион. Я склонен думать, что, наверное, здесь гипердиагностика все-таки, но не может быть такого огромного количества гриппа. Ну, все-таки это не такая частая болезнь, честное слово. Получается, что у них, я не знаю, каждый второй грипп, он каждый год болеет. Ну, там каждый третий. Но и обратите внимание, летальность. У них, они дают летальность от 12 до 52 тысяч в год от гриппа. Мы в самые худшие времена, чтобы мне тут сейчас не дадут совать, наверное, тоже специалисты. Я помню, по-моему, в 2015 году мы объявили, что у нас где-то 600 с небольшим гаком, 600 с чем-то было летальных исходов, связанных с гриппом. Это, по-моему, на мою гикой, по-моему, самый такой урожайный на мертвецов год. Ну, вот, я не беру 9 год, по-моему, когда свинок грипп приходит. Значит, в чем тут разница? Дело в том, что у нас вообще отношение к инфекции трепетное. В России, в Советском Союзе нам запрещено умирать от инфекции. Это недостойно передовой страны в мире. Это наследие царского прошлого инфекционной болезни, как до сих пор уверены там наверху. Поэтому у нас грипп может считаться причиной смерти только в том случае, если на вскрытии из органов и тканей трупа будет выделен вирус гриппа. Ну, скорее всего, ничего вы не выделите, естественно, поэтому у нас от гриппа никто и не умирает. А у американцев другая система. Они считают так, что вот ничем там выделять не нужно. Вот был грипп, потом пневмония, потом сепсис, там полиорганная недостаточность, смерть. Они все равно будут считать, что причина смерти – это грипп. Потому что не было бы гриппа, не было бы пневмонии, не было бы там полиорганной недостаточности, не было бы летального исхода. Ну, наверное, истина, опять же, мир не белый и не черный. Наверное, истина где-то посередине, я так думаю. Но все-таки, конечно, не 600 у нас человек от гриппа умирает, а у них, наверное, все-таки не 52 тысячи. Но, бог его знает, с этим, конечно, надо разбираться. Я вижу, что статистика – это вещь такая вот, куда повернуть. Ну, и обратите внимание вот еще на одно, что экономическое бремя гриппа и РУИ, оно, конечно, гигантское. Все эти больничные листы складываются, 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 и вы получаете, конечно, ужасающую картину. Вот. Ну, понятное дело, что с этим надо как-то бороться. Вот. Ну, во всяком случае, с гриппом, потому что есть вакцина, об этом я чуть позже скажу. Это бремя, конечно, можно в какой-то мере, все-таки в какой-то мере не вели. Ну, и вот, возвращаясь к летальности от гриппа. Да, конечно, мы понимаем, что летальность от гриппа недооценена. Это вот такая, ну, что ли, то, что нельзя учесть, откровенно говоря. Я понимаю, что никакой судмедэксперт не подтвердит вот такую мою идею, что вот был у вас пожилой пациент с букетом сопутствующей патологии, там с какой-нибудь там сердечной патологией, с гипертонической болезнью, которую вы скомпенсировали, вот получилось какое-то динамическое равновесие. Человек жил и наслаждался жизнью. И вот пришел к нему грипп неожиданно, вот, попал он в больницу, пролежал там некоторое время, вот. Наступила какая-то вот эта вот... Все пошло в раздрай, вот вышел он из этой компенсации, и дальше пошло падение костяшек домино, по принципу домино. Ну, и в конечном итоге, скажем, через полтора месяца этот ваш пожилой пациент умирает от инсульта на высоте какого-то гипертонического криза. Я понимаю, конечно, что ни один судмедэксперт не найдет связи между перенесенным тяжелым гриппом и пребыванием в стационаре и летальным исходом от инсульта через, там, два месяца после выхода из больницы. Но мы с вами понимаем, что да, вот это просто, этот грипп спихнул вот эту неустойчивую равновесие, вызвал падение костяшек домино, ну, и привел в конечном итоге к летальному исходу от инсульта, не от гриппа. Но не было бы гриппа, не было бы дестабилизации гипертонической болезни, не было бы инсульта. Но это тоже мои рассуждения, я это тоже доказать не могу, но, наверное, это правильно. Все, в принципе, в жизни, оно взаимосвязано. Одно цепляется за другое. Ну, и вот теперь, что я все-таки хочу сказать. Я прямо говорю, что, признаюсь, что я сторонник вакцинации, не фанатик. У всех фанатиков они всегда убоги, односторонние. Но то, что вакцины работают, они работают, и разубедить меня в этом невозможно. Есть масса причин, почему я сторонник вакцинации. Ну, как яркие примеры, это все-таки вакцинация от ОСПы, которая все-таки позволила ее победить. Ну, и вот тут, если мы посмотрим на успехи вакцинации от гриппа. Как видите, по мере того, как росла, значит, вакцинация, процент вакцинации прогрессивно снижалось количество больных гриппом. Вот дальше я не делал, потому что, откровенно говоря, вот в 21-м году мы вакцинацию по гриппу, откровенно говоря, провалили. Безобразно, потому что была организована вакцинация от ковида. Вот. Все, что можно было сделать не так, все мы ухитрили сделать не так. Особенность вопли по всем СМИ одного из творцов вакцины, что его вакцина стопроцентно безопасна, стопроцентно защищает, что он антителами поделится с своими внуками. Потом вышло, что он не стопроцентно защищает, что, в общем-то, не абсолютно безопасно, и что вовсе ни с кем он не поделится антителами, а что придется каждые полгода перепрививаться. Ну, после таких заявлений, конечно, народ отвернулся от остального вакцинации. Это понятное дело, что обжегшись на молоке стали дуть на воду. Значит, ну, просто не надо, откровенно говоря, врать-то не надо. Больше толка от этого будет. Если признаваться в том, что есть. Не бывает стопроцентного ничего. Ну, и посмотрите, вот у нас тоже. Вот у нас мы любим вот такие вот, так скажем, прокламации. Вот у нас категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Действительно, душа радуется, откровенно говоря. Все это очень правильно, очень своевременно. Действительно, на все вопросы вот этот вот список отвечает. Но это ничем, вот эта обязательность, она ведь ничем не подтверждена. А я скажу, что я не хочу прививаться. Вот я подлежу вакцинации, а вакцинироваться не хочу. И ничего мне за это не будет, и никто меня вакцинироваться не заставит. Вот, опять же, наши заклятые друзья-американцы, у которых мы всегда любим кричать, что у них здравоохранение бесплатное, то есть платное, а у нас бесплатное, так вот, это не совсем так, я бы сказал. Скажем, у нас не совсем бесплатное, и даже совсем не так, а у американцев не совсем платное. Потому что у них всякий работающий нормальный человек имеет социальный пакет, и в нем страховка. И вот тут начинается интересный момент. В страховке всегда прописана вакцинация гриппа. И если человек вакцинировался, но заболел, его вылечен за счет этой страховки. А вот если у него в страховке прописано, что надо вакцинироваться, а он антиваксер и вакцинироваться не пошел, потому что он не хочет, и он заболеет, то его тоже вылечат. Но при этом вылечат за его деньги и выкатят такой счет, что ему мало не покажется. Поэтому все нормальные американцы, они, естественно, прививаются. Почему мы должны лечить за бесплатно по ОМС, грубо говоря, те, кто просто так не захотел вакцинироваться, мне это не совсем понятно, это выше моего понимания. Ну, опять же, умом Россию не понять, а шином общий не измерить. Вот тут тоже еще, и тут еще интересно, вообще-то правильный абсолютно довесок. Вот к этим группам, как видите, в июле 2022 года постановлением Поповой введены дополнительные категории, а именно работники птицефабрик и свиноводы. Почему? Потому что на самом деле мы ждем, что к нам придет, только не говорите птичий гриб, весь гриб птичий, к нам придет гриб птиц. Это вот тот, который H5, H7. Пока этот гриб не перепрыгнул в рядовой барьер. То есть пока кто-то там на птицефабриках заражается, ну, видимо, с каким-то дефектом иммунной системы, но пока дальше от человека к человеку передачи этого вируса, этих группы вирусов нет. Но когда-нибудь это случится, и когда-нибудь вирус смутирует так, что он сможет перепрыгнуть вот этот барьер. И, скорее всего, это случится в организме свиней. Почему? Потому что свинья очень интересное в этом плане животное. У нее, она, кстати, крайне похожа на человека по целому ряду, по параметрам и по зубной формуле, и по коже, и по строению печени, и по характеру, что самое главное. Так вот, у свиньи легкие имеют рецепторы и для гриба птиц, и для гриба человеческого. И вот именно в организме свиньи, скорее всего, и произойдет очередная реассортация, после чего гриб птиц будет способен поражать и человека от человека. То есть будет перепрыгнуть вот этот вот барьер видовой. Да, пока вакцины нет, и, конечно, ее никто особо-то и не собирается пока разрабатывать. Когда надо, будет разработать. Потому что самая технология-то, в общем-то, полностью отработана. Но даже та вакцина сезонная, которую мы сейчас будем, уже, наверное, все привились, я надеюсь, она, в принципе, фоновый иммунитет перекрестный даст. Поэтому даже если ей заболеют, то заболеют легче все-таки. И вот тут, переходя к вакцинации, хочу сказать, что время трехвалентных вакцин навсегда кануло в лету. Значит, есть четырехвалентные вакцины. То есть они уменьшают вероятность ошибки, скажем так. То есть они содержат два антигена типа А, два антигена типа Б. И по, так скажем, по настоятельной просьбе ВОЗа они должны содержать не менее 15 микрограмм гемогротинина каждого гриппа. То есть два раза по 15 А и два раза по 15 Б. То есть они в сумме должны давать 60 микрограмм. Значит, в этом году у нас с вами вот она, вот состав вот этой вот трехвалентной вакцины для всего мира. Вот. Это требование ВОЗ. Неважно, где сделана вакцина, у нас, в Буркино-Фасо, в юго-восточной Папуасе, вот, где-нибудь в Европе абсолютно без разницы. Состав вот такой вот. А вот попадем мы в ноты или нет, вот это вот я вам сказать не могу. Пока грипп еще реально так не пришел, сказать ничего нельзя. Вот. Ну, черт его знает. Но тут ведь в этом-то и есть вот подводный камень вакцинации от гриппа, потому что мы готовим вакцину летом на основании того, что вот предвидим, что вот, наверное, такой вирус придет, потому что вот сейчас вот он в Австралии, а к нам зимой придет. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот. Грипп может нас обмануть, придет совершенно другой, пока не знаем. Вам, признаюсь честно, в прошлом году, в прошлом эпицезоне, вот эта вот вакцина, которая была, которую вводили прошлой осенью, по гриппу Б полностью пролетели мимо денег. Вот. Нас спасло то, что был в прошлом году грипп Б, который, к счастью, не тяжелый, никого не убивает, и, в общем, никто не заметил, что эта вакцина не работает. Вот. Откровенно говоря. Ну, будем надеяться, что в этом году чаша сия нас минует. Вот у нас с вами три вакцины, которые у нас есть. Каприз. Хочется сказать, любой каприз за ваши деньги, но тут бесплатно. Значит, вот у нас флюэм тетра. Обязательно, вот, обязательно приставка должна быть, которая будет обозначать четыре. Флюэм тетра, ультрекс квадри и гриппол квадри вален. Вот единственная вакцина, которая полностью отвечает требованиям ВОЗа, это ультрекс квадри. Потому что нет ограничений по возрасту, можно беременным, не содержит ни одевантов, ни стабилизаторов. Вот. И полностью, значит, нагрузка антигенная полная. Вот. У флюэма ограничения по возрасту нельзя детям и нельзя беременным. А гриппол квадри валент, как видите, он содержит, с одной стороны, меньше антигена, зато введен стимулятор иммунитета, вот. Ну, и там есть, значит, ну, вот. Но, в принципе, все они имеют право на жизнь, все они прошли все круги ада их по проверок, поэтому все они достойные. В общем, тут выбирайте, что вам больше нравится или что вам предложит работодатель. Тут уже все. И что хочу сказать. Вот в позапрошлом эпицезоне гриппа практически не было. Его было всего лишь 10 тысяч случаев. Вот. А вот в прошлом эпицезоне, который вот две недели назад как кончился, прошлой осенью грипп приходил. Вот он. Вот сезон 20-21 гриппа вообще не видно. А вот красным это сезон, соответственно, 21-22. И вот, как видите, где-то в ноябре, декабре, вовсю полыхал грипп Б, но мы его не заметили за пуповальной, так скажем, пандемией ковида. И, наверное, многие болели гриппом, но им, конечно, ставили ковид лабораторно неподтвержден. Я думаю, так. Вот. А причина, почему грипп пропал, тут масса в этом плане причин, конечно. Ну, говорят так, что вот маски, перчатки, разобщение, карантины, поэтому грипп отступил. Нет, на самом деле не так. Просто я думаю так, что ковид с гриппом не поделили кормушку. А кормушка – это наше с вами бренное тело. Так вот, в борьбе за это бренное тело на какой-то период выиграл ковид, который завоевал, распихал всех, значит, товарищей вокруг и, значит, занял главенствующее место. Но живой мир не терпит такого долгого главенствования одного какого-то вируса. Вот. Все эти остальные товарищи собрались силами, перекурили, перезаточились, и вот уже грипп, как видите, в прошлом эпицезоне приходил. В этом эпицезоне, который вот сейчас вот здесь, вот дальше пойдет, в этом году обещает прийти грипп типа А и прийти с новыми силами, а как раз, откровенно говоря, ковид-то выдохся. Ну, по всем законам жанра он должен был выдохнуть. Ну, вот вроде как будто бы он выдохся. Вот. А микрон – это уже не та дельта, которая на самом деле трясла как грушу прошлые эпицезоны. Вот. И я думаю, что ковид и дальше будет деградировать. Другое дело, что он вел себя не очень по-человечески, как мы привыкли ко всем остальным вирусам. Ну, у меня есть объяснение, сейчас прям не тема этой лекции, но тем не менее, что, конечно, ковид – это исключительно природный вирус летучих мышей, но к которому умелые ручки приделали определенный хвостик. Вы этот хвостик, знаете, эти 12 нуклеозидных остатков, которые кодируют петлю расщепляемого фурина. Вот она сама создастся, никакой эволюции, которой, к слову сказать, и нет вообще. Никакая эволюция, эту 12 нуклеозидную врезку создать не могла. Это сугубо творение генно-инженерное. Умелыми ручками. А чумелыми, я бы сказал. Мы знаем, кто это сделал, как это сделали. Другое дело, что я доказать это не могу, а мои оппоненты по ту сторону компьютера не смогут это опровергнуть. То есть у нас, в любом случае, будет разговор слепого с глухим, но, тем не менее, всем понятно, конечно, он, естественно, доработанный, мягко выражаясь. Поэтому он ведет себя не очень правильно, но все-таки природа с ним справилась. И вот посмотрите, вот закон сохранения энергии, который сформулировал Ломоносов, что если в одном месте чего будет, то в другом месте столько же и присовокупится. Вы смотрите, когда у нас начинает главенствовать ковид, проседает все остальное. Как только проседает ковид, начинает главенствовать грипп. Вот эта вот общая изолиния будет, она все равно будет одна и та же. Это просто доказательство моих слов. Ну и вот эти логическая структура ОРВИ всем известна. Я только категорически против, что сюда относят вирусы гриппа. То есть все-таки он, может быть, он, конечно, и ОРВИ, но только все-таки, наверное, его нужно отдельно разбирать. Мы же не рассматриваем брюшной ТИФ как разновидность сальмонеллеза. Он все-таки у нас в отдельной графе стоит. Вот, в принципе. Ну, конечно, можно его отнести к сальмонеллезу, но, так скажем, очень натянут. Так и грипп. Наверное, не нужно его мешать в один флакон и понос из лотуха, откровенно говоря. Так вот этих ОРВИшных вирусов, их много больше ста. И вообще-то их особо даже и дифференцировать-то по этиологии я особого смысла не вижу. Ну, вот смотрите. Вот у нас циркуляция респираторных вирусов, она у нас круглогодичная, как видно. Но у нас 9 месяцев зима, поэтому вот у нас красивые эпидсезоны с подскоками, все понятно. Но если вы это посмотрите с точки зрения земного шара, где северное и южное полушария, то получите, что никакой абсолютно сезонности нет. Правильно, потому что когда у нас лето и у нас нет ничего, в Австралии наоборот все болеют. И наоборот, когда у нас болеют в Австралии жара и сухо. А вот тут не удивляйтесь, в синем выделен энтеровирус, а риновирус относится к энтеровирусам. Это то, что у нас иногда называют кишечным гриппом. Не удивляйтесь, тут нет ошибки. Ну и посмотрите, участники одни и те же. Только немножечко меняется распределение, так скажем, призовых мест. Из года в год, в принципе, идет одно и то. Но это напоминает нам наш новогодний голубой огонек последние 25 лет одни и те же физиономии. Вот это уже не голубой огонек, это уже вечный огонь. Вот, значит, ну и что касаемо, значит, вот благо вакцины, ну не благо, а как данность, вакцины от ОРВИ и вирусов нет. И никто этой глупостью не озадачивается, потому что вакцину имеет смысл создавать только, когда вы имеете что-то серьезное с угрозой для жизни, а все эти бесконечные риновирусы, никакой особой угрозы для жизни не несут. Поэтому цель в данном случае не оправдывает средства. Значит, нужно больных уже лечить. То есть если мы не можем предотвратить конкретно, то надо уже нам с вами лечить. Больные приходят, ну, как правило, опыт показывает, что приходят больные где-то на второй день болезни. В этот момент у нас наибольший разгар и симптоматики, и вирусной нагрузки. Ну и, соответственно, надо пытаться лечить. Ну, а что касаемо гриппа, то вот тут разговора нет. Тут у нас четко есть прямые препараты прямого противовирусного действия. Прекрасно работающие, всем они известны. Тут мы все профессионалы, поэтому спокойно их назову без всяких МНН. Это томифлю и релензу. Прекрасно работающие препараты. Я не очень, у меня не получается, у меня нет опыта нюхания кокаина. Я релензу, у меня не получается занюхать. Вот, поэтому я предпочитаю таблеточные формы, которые всегда можно спокойно выпить и запить водой. Но эти препараты два работают только в том случае, если у нас перед нами больной гриппом. Если это не грипп, и мы с вами просчитались, то в лучшем случае эти препараты бессмысленны, а в худшем случае не бывают препараты без побочного эффекта. Значит, нам нужны какие-то противовирусные препараты широкого спектра действия с каким-то патогенетическим эффектом, чтобы вот так вот как-то обходным путем они все-таки, хотелось бы, чтобы они работали. Как видите, огромное количество этих препаратов. Все они имеют право на жизнь, либо в аптеке ломятся. Вот тут действительно любой каприз за ваши деньги. Хотите так, хотите эдак. Ну, можно спорить вот с этими названиями. Противовирусные, там, иммуномодуляторы, иммунокорректоры, там, стимуляторы. Вот это уже начинается игра слов. Тут не принципиально. Вот, значит, ну, вот, ну, реально-то прямого противовирусного действия. Ну, это тетемифлю и релензу, да, вот так. Значит, а нам, мы сейчас говорим о препаратах, которые работают, ну, в какой-то мере в обход. И я сейчас хочу несколько слов. Вот у нас такая общая лекция. Ну, просто хочу из вот этого вот многообразия, опять же, имеющего право на жизнь, право выбора за врачом, лечащим каждый раз. Ну, вот, некий интерес представляют вот препараты одной и той же фирмы, вот, на основе технологически обработанных антител. Это вот аноферон, потом появился эргоферон, потом вот сейчас на рынках появился рафамин. Значит, ну, вот тут это просто я вам показываю, опять же, как мне кажется, вот противовирусные препараты надо бы делить прямого и непрямого действия. Вот, а монтодин, почему я сюда воткну? Просто кто не помнит историю, того не будет будущего, вот, честное слово. Вот, потому что ремонтодин, всем известным, начал вот эту вот эпоху противовирусных, противогриппозных препаратов. Да, он уже свое отыграл, да, но надо помнить, что был у нас в истории развития, борьбы с гриппом, был такой прекрасный препарат ремонтодин, но, к сожалению, к которому гриппа быстро выработал устойчивость. И сейчас этот препарат абсолютно бессмыслен. Вот, я не знаю, даже выпускают его или нет, скорее всего, и нет, но просто историю надо знать. Иначе, я говорю, что не зная истории, трудно предсказать будущее. Ну, и вот непрямого действия. Тут есть, как видите, можно факторы врожденного иммунитета стимулировать, и интерфероны чистые применять, и индукторы интерферона можно. Ну, а вот отдельно, особняком, довольно интересным, механизм достаточно спорный, не до конца выяснен, но чрезвычайно для меня лично, само чрезвычайно интересный. Ну, об этом я уже сказал, повторяться не буду, о препаратах против гриппа. Но вот тут, вот, ей-богу, вот, я вот этого понять не могу, и его хочется повторить Эйнштейна, что я знаю две бесконечные вещи, это вселенная и человеческая глупость. И то во вселенной я не совсем уверен. Так вот, я не понимаю, зачем было разрабатывать эти театропные препараты для лечения ОРВИ, не гриппа. Ну, вот, как театропные, значит, будут действовать только на данный вирус. Ну, вот, как я у постели больного лечу метапневмовирус от рентециально-синтециального вируса. Вот скажи, вот буду препарат один применять, в данном случае другой препарат применять. Ну, вот, что только не пробовали, вы в конце концов поняли, что это глупость, плюнули, и сейчас этим больше никто не занимается. И это не нужно, поверьте мне. Клинически они абсолютно не отличаются. Ну, остаются у нас какие-то, назовем их так, широким жестом, обзовем их иммунотропные препараты. Или препараты, которые управляют иммунным ответом. Тут можно изощряться в, так скажем, в придумывании названий, но смысл не будет меняться. Это вот есть синтетика, есть природные соединения, ну, а есть технологически обработанные антитела. Это вот, значит, у нас с вами анаферон, эргоферон и арафамин. Вот, чтобы понять, как все это работает, я позволю себе напомнить докторам принцип работы иммунитета, и, собственно, на что и как можно попытаться подействовать. Вот все носятся с интерферонами, как с противовирусными препаратами. Докторам, интерфероны никогда никакие вирусы, отродясь, не уничтожали. Это всего лишь сигнальные молекулы. Ну, этого всего лишь вполне достаточно. То есть они играют роль... Ну, я всегда, я нашел это красивое сравнение, теперь всюду его упоминаю. Они уподобляются дирижеру симфонического оркестра. Сам дирижер ни на каком инструменте не играет, но он задает тон работе оркестра. Уберите дирижера, и вместо прекрасной симфонической музыки получите какофонию. Вот то же самое делают интерфероны. Сами никого не убивая, они только задают тон работе иммунной системы. В результате вся она работает слаженно, в результате мы с вами остаемся живы, и раз вы меня слушаете сейчас, значит, у вас иммунная система работает прекрасно, и чинить ее не нужно. И стимулировать попросту тоже не нужно. Как говорят, восточная мудрость не чинит то, что и так работает. Значит, и опять же природа сделала хитрую штуку. Значит, есть первая линия защиты, грубо говоря, вторая. Вот интерфероны ранее, это интерфероны альфа и бета. Они безадресны. Вот они, вот если опять же сравнивать, так сказать, с человеческим обществом, они напоминают колючую проволоку. Вот, которая защищает наш самый организм. То есть, вот через эту колючую проволоку ничего, по идее, пролезть не должно. Вот так работают интерфероны альфа и бета. Вот. То есть, они не пускают вирусы в клетку. В чем им абсолютно безразлично, какой это вирус? Вот. Вот они безадресны, что ли. А вот если все-таки вирус пробьет эту защиту, вот эту первую линию, то включается, грубо говоря, включается в работу интерфероны второй очереди, это уже гамма-энтерферон, который уже отрабатывает адресный ответ. Ну, условно говоря, если обращаться к военным действиям, то альфа и бета – это колючая проволока, а интерферон гамма – это прицельный выстрел снайпера. Уже адресный. И вот тут интересный тоже момент. С иммунной системой, с инфекцией, вот, со всеми делами. А инфекция не хочет нас с вами убить. Она в этом не заинтересована, потому что все инфекционные болезни, возбудители, они паразиты. Они живут в больном, но в живом организме. И смерть макроорганизма, смерть хозяина – это неминуемая смерть и самого паразита. То есть, никому не нужен труп умершего от инфекционной болезни. В первую очередь, самой инфекции это не нужно, потому что прекращается распространение инфекции в трупе. Труп кашляет, чихать перестанет, соответственно, продолжение рода прекратится, а это цель всего живого на свете. И вот тут интересный момент, обратите внимание. Значит, иммунная система не поражает те клетки, которые ответственны за синтез гамма-энтерферона. Вот это интересно. Тут сразу приходит на ум, был такой философ, у нас он не очень популярен в России, его любил один австрийский мальчик, которого звали Адольф Шекльгрубер, ну, а в миру Адольф Гитлер, а звали философа Фридрих Ницше. Вот у него есть одна очень интересная цитата, он вообще раздерган на цитаты, но вот тут не очень такая употребимая цитата. Он звучит так, что «Если вы посвятили свою жизнь борьбе с врагом, то вы должны быть заинтересованы в том, чтобы этот ваш враг всегда оставался жив». Ну, тут понятно, да, но лучше не скажешь, то есть инфекция нас оставляет жить, потому что она заинтересована в том, чтобы дальше размножаться и дальше, в общем, не уходить в мир иной, вместе с нами. Так вот, как работает иммунная система. Самый главный посыл – все чужеродное подлежит абсолютному уничтожению. Никаких исключений. В данном случае иммунная система не делает. Как работает все это очень четко. Вот у нас с вами есть антигенорепрезентативная клетка, которая ползет по кровотоку, грубо говоря, как пылесос собирает все антигены. Если у нас встречается что-то новое, а по умолчанию, по определению, это новое, оно опасное и должно быть уничтожено, то эта антигенорепрезентативная клетка через иммунный синапс сообщает Т4-лимфоцитам о том, что над организмом нанесла угроза. В ответ на это Т-лимфоцит возбуждается, активируется, начинает синтезировать гамма-интерферон, который в дальнейшем уже включает все остальные линии иммунной защиты, что приводит в конечном итоге к элиминации возбудителя. Это очень условно. Если меня сейчас слушают иммунологи, они, наверное, грозят меня убить, закидать тапками, но смысл, просто я пытаюсь за 15 минут рассказать всю иммунологию, чтобы понять, как что работает, потому что, ну, хотя бы представить себе, на что, какой препарат и как, где можно подействовать, не отвлекаясь на какие-то уже тонкости, которые понятны профессиональным иммунологам. Значит, вот самое главное, что сообщить о том, что в организме, сообщить иммунной системе о том, чтобы она сработала, нужно как можно более равной, как можно более полноценной. Чем раньше увидим, чем полноценнее будет информация об угрозе, тем адекватнее и мощнее будет иммунный ответ. Вот для этого создан иммунный син, иммунный синапс. Значит, антиген, репрезентативная клетка, она не просто подсовывает, грубо говоря, под нос, Т-лимфоциту, антиген, который вот с ее точки зрения нуждается в уничтожении, он опасен. А это все выносится на таком блюдечке, вот, с голубой каемочкой, которое называется иммунный синапс. То есть это вот не просто, это довольно сложно, закодированная система иммунных синапсов, это сложная такая штука. Во-первых, клетки узнают друг друга, вот, репрезентативная и Т-лимфоцит. А во-вторых, значит, они полноценно обвиниваются информацией. Значит, тут интересный вариант. Значит, если все-таки вирус пробрался внутрь организма и поразил клетку, то эта клетка, в которой поселился вирус, она начинает вызывать огонь иммунной системы на себя. То есть вот тут хитрый момент. Организм не чинит ту клетку, которая поражена вирусом. Ему выгоднее ее просто уничтожить на корню. То есть это пораженная клетка. Она становится своего рода самоубийцей. Она выкидывает на поверхность такой белый флажок для привлечения своих убийц, нормал киллеров. Она выкидывает такой флажок, который называется главным, в состав которого входит главный комплекс висио совместимости. Вот это вот сигнал иммунной системы о том, что клетка поражена и подлежит уничтожению. Значит, а вот если антиген болтается в крови и попал внутрь антигенорепрезентативной клетки, то вот антигенорепрезентативная клетка сообщает иммунной системе о том, что появился, грубо говоря, свободно живущий в кровотоке антиген. Она сообщает об этом при помощи главного комплекса висио совместимости 2. То есть, вот тут различия в этих вот синапсах. Они принципиально разные, я бы сказал. Значит, ну, дальше у нас с вами, получив информацию о том, от антигенорепрезентативной клетки, о том, что над организмом нависла угроза, активирован Т-лимфоцит посредством гамма-энтерферона начинает, вот, соответственно, активировать клетки. Ну, и в конечном итоге, вот в конце, вот показан, в конечном итоге появляются антитела, которые уничтожают вот этот вот исходный антиген. Ну, это я очень упростил, но, тем не менее, в принципе, оно так и есть. Так вот, в чем новость вот этого препарата, о линии препаратов, о которых я в самом начале говорил, так называемые технологически обработанные антитела. Уже очень давно, ну, чтобы не соврать, лет 25 назад, была замечена интересная вещь, что антитела, если их, так скажем, развести до определенного предела и при этом технологически обработать, то их функция уничтожения антигена, против которого они созданы, они в корне меняются, вплоть до прямо противоположного. То есть, вот есть такое понятие релиз активности, то есть, вот что получать, на примере антител к гамма-энтерферону, объясню, взяли кролика, иммунизировали человеческим гамма-энтерфероном, получили антитела кролик против гамма-энтерферона. Вот если просто их вслить в пробирку, антитела к гамма-энтерферону и гамма-энтерферону, то это все дело выпадет в осадок, видимо, и дезактивируется. Но если взять эти кроличьи антитела к человеческому гамма-энтерферону и их технологически обработать с определенным разведением, то в какой-то точке они резко меняют свою, так скажем, функцию, и вместо того, чтобы устранять и нейтрализовать тот антиген, против которого они кроликом выработаны, они модифицируют активность своего субстрата. То есть вместо того, чтобы уничтожать, например, гамма-энтерферон, они его, наоборот, активируют. Это доказано, это работает. Другое дело, каким образом происходит вот это странное конформационное изменение, мы сейчас до сих пор не знаем, но что есть, то есть. Значит, это вот антитела к интерферону гамма, то же самое сделано с антителами к CD4, то есть они также технологически обработаны, что повышает чувствительность CD4 рецептора и к двум главным комплексам гистиосовместимости. Не целиком к ним, а к определенным их компонентам. К главному комплексу гистиосовместимости 1 и гистиосовместимости 2. И вот препарат, который сочетает в себе вот эти технологически обработанные четыре вида антител, он вошел в состав нового, такого инновационного препарата под названием рафамин. Самый первый препарат вот на этой основе, на основе технологически обработанных антител был препарат аноферон. Он и сейчас есть в аптеке. Потом не на смену, а в качестве дополнения пришел препарат рафамин, где были антитела к гамма-энтерферону, к CD4 и к комплексу с гистамином, там учитывая, что нет, пожалуй, что ни одного инфекционного заболевания, где бы излишнюю роль не играла бы аллергическая настроенность. Вот появился препарат эргоферон, а вот год назад на рынок вышел препарат рафамин, который вот, вот его состав я вам уже показал. Значит, вот, собственно, показано, что мишени технологически обработанных антител препарата рафамин, это интерферон гамма, это, соответственно, бета-1 домен главного комплекса естественной совместимости 2, бета-2 микроглобулин главного комплекса действия совместимости 1, ну и, соответственно, антиген цивилизм. Вот, ну вот, на примере гамма-энтерферона я вам уже сказал, что вот воздействие на молекулы гамма-энтерферона, вот этой вот технологически обработанной антител, приводит к информационному изменению самого гамма-энтерферона и, соответственно, производит активацию интерферона гамма-зависимых генов клетки. Ну, это все, я это уже сказал. Вот. То есть, фактически, у нас получается, что еще очень важный момент, это я уже сказал, что не столько и уже и не только важна борьба с самим антигеном, нужно его вовремя и в полной мере разглядеть. Как говорится, кто, так скажем, кто предупрежден, тот вооружен. Так вот, воздействие на главный комплекс гисиосовместимости, вот этих технологических обработанных антител в препарате рафамин, они как раз облегчают иммунные системы своевременное распознавание. То есть, вот этот инновационный состав и механизм действия, то есть, фактически у нас и активация процесса распознавания, и активация противовирусного, и антибактериального, очень важного иммунитета, и устранение причины ОРВИ защиты от осложнений. Это тут все понятно. То есть, ну вот, красивую картинку я тут нарисовал, что лучше, значит, рано распознать, соответственно, и полноценно уничтожить. Значит, опять же, исходя из того, что мы имеем разнонаправленные действия, у препарата есть и противовирусные, и антибактериальные действия, но это не антибиотик, вот тут принципиальная важность, этот препарат не является антибиотиком. У него просто направление действия, это и остановка, и размножение, и элиминация вирусов, и дальше защита здорового клетка от заражения, и сохранение барьерной функции слизистых, понятное дело, опять же, это вот за счет главного комплекса действия совместимости 1, и подавление патологической флоры, и, соответственно, уменьшение воспаления. Вот. Собственно, то, применяя этот препарат, мы, собственно, полностью выполняем то, что от нас требуют все наши существующие клинические рекомендации по лечению острых респираторных вирусных инфекций. Во-первых, значит, остановить развитие, а во-вторых, предотвратить возможные осложнения. Ну, и вот тут, опять же, повторяюсь к тому, что в данном случае препарат, не являясь антибиотиком, он помогает организму очищаться от вторичной микробной флоры. То есть, в какой-то мере он усиливает действие антибиотиков, сам не являясь антибиотиком. То есть, он не вызывает привыкания бактерий, соответственно, нет вот этих устойчивых штаммов, ясное дело. Вот. Он позволяет в ряде случаев избежать назначения антибиотиков, а уж если все-таки их надо назначить, то он просто усиливает их работу. То есть, в принципе, вот как мы видим, это все применение этого препарата, значит, не нарушает требования клинической рекомендации, которые просят нас с вами воздержаться от ненужного назначения антибиотиков при вирусных инфекциях. Таким образом, видим, в принципе, что препарат может применяться на всех этапах заболевания, вот, опять же, за счет своей многокомпонентности. И вот тут сейчас полагается все проверять двойным слепым контролем. Вот, пожалуй, фирма, которая, материя медик, которая выпустила препараты, пожалуй, единственная, которая выполняет все требования, все ее препараты полностью соответствуют всем международным требованиям и проходят все абсолютно клинические исследования, многоцентровые, мульти, такие, в общем, какие хотите, это полностью, вот, причем, это редко, когда у нас с вами на рынке появляются противовирусные препараты, которые прошли абсолютно полностью всю статистическую обработку всех полученных результатов, они полностью соответствуют, проведены через все круги ада клинических исследований. Вот тут просто интересно, момент какой, что для, не вдаваясь в подробности, как все это делается, самый простой для нас, для клиницистов критерий сокращения длительности заболеваний. Грубо говоря, это площадь вот кривой, когда мы в эту кривую вкладываем все, всю симптоматику и там и температуру, и головную боль, и боль в суставах, и в глазах, и яблоках, и интоксикацию, и все, что хотите. Вот насколько сокращается время лечения под действием того или иного, не время, а время болезни под действием того или иного препарата. И вот оказалось, что рафамин практически одинаков по эффективности со старым добрым ингаверином. Я думаю, что пройдет некоторое время, и они сравняются полностью по активности. Ну, я так думаю. А вот посмотрите, а вот орбидол и кагоцил, они, увы и ах, в общем-то, серьезно отстают по эффективности, как видно по этим соответственным разработкам. Вот. Ну, и важный момент в том, что клинические, временные клинические рекомендации разрешают нам применять все разрешенные для лечения гриппа и РВИ препараты вот с таким действием, с иммунотропным, для лечения ковида до того, как придет его лабораторное подтверждение. Ну, к слову сказать, что во временных методических регидациях нет запрета применять их и после, но сейчас омикрон, который прекрасно понимаете, что он очень часто не подтверждается лабораторно, поэтому можно применять в любой момент. Что хочу сказать, что, значит, аноферон, эргоферон, эрофамин это этапы развития вот этого направления терапии, но это не то, что одно заменяет другое. Аноферон прекрасно как профилактическое средство. Есть детский аноферон, его любят педиатры. Эргоферон хорош, когда у вас наивный пациент, 30-летний, без всякой сопутствующей патологии, первый, второй, там, день болезни, вот ему можно спокойно дать эргоферон. А если у вас пациент более-менее пожилой, с букетом хронической патологии, с каким-нибудь хоблом, с каким-нибудь синуситом хроническим, уже леченный, уже, там уже, прошу прощения, появились зеленые сопли, то можно как раз сразу начинать с арофамина. И самое главное, что все эти препараты, они прекрасно сочетаются с любыми другими. Любят человек Кагоцел, ради бога, пусть продолжают принимать Кагоцел, добавьте туда арофамин. Они ни в какую конфронтацию не вступают, одно, в принципе, будет дополнять другого. И, опять же, еще очень важный момент, это все препараты, о которых говорят, это сугубо амбулаторные. То есть, если у вас пациент нуждается в госпитализации, все, отправляют на госпитализацию, ни о каких арофаминах разговор уже не идет, дальше им займутся реаниматологи, уже врачи звена госпитального, там уже совершенно другой разговор, и назначать арофамин в реанимации, ну, это только дискредитирует препараты. Ну, и схема приема, она вот такая вот довольно хитрая, как у аноферона и аргоферона, у арофамина, но это не абсолют, то есть, тут, в принципе, если человек не может держаться такой схемой, он работает и так, но самое главное, что просто в первый день принять вот эту вот дозу. Так, ну, в общем, я свое время исчерпал, вот, значит, я надеюсь, что, в общем, изложил все более-менее связано, соответственно, наверное, будут вопросы, наверное, будут какие-то мнения, я с удовольствием приму участие в дискуссии. Да, спасибо большое. Значит, вопрос, как вы относитесь к иммуномодуляторам при хроническом болезни легких? Причем и хобл, и астма через запятую. Ну, давайте так, все-таки астма это одно, а хобл это все-таки больше, наверное, все-таки как какое-то с участием какой-то флоры бактериальной, давайте так. Но, опять же, я не, я все-таки инфекционист, а не пульмонолог, каждый должен заниматься своим делом, астму я вообще не знаю и не беру, это отдельная специальность, вот я никогда в жизни с ней дел не имел. Это, наверное, Андрей Павлович, к вам больше вопрос откровенно. Андрей Ильич. Андрей Ильич. Да. Ну, не знаю, я плохо к этому отношусь. Изучалась ли эффективность рафамина при ковиде? Сейчас идет. Нет вопроса. Фирма не могла его изучить по-настоящему пока, потому что он вышел на рынок только в ноябре прошлого года. Ему год вот только исполнился. Идут работы, но пока ничего сказать не могу. Конкретно против коров по ковиду данных просто пока не публиковалось, но по логике вещей я не вижу принципиальных отличий ковида, ну, скажем так, от других, омикрона от других респираторных вирусов по патогенезу, вот сейчас, так скажем, омикрона от тех же самых респираторных вирусов, по идее должно работать, там каких-то принципиальных отличий быть не должно. Так, еще вопросы. Владимир Владимирович, вы цитировали там отчет фирмы, насколько я понимаю, да, научный, а есть ли публикация по эффективности? Есть, конечно, это все, по-моему, там даже и ссылка у меня была есть. У вас там ссылка на отчет, я смотрю. Наверное, понимаете, в данном случае таблицу предоставила фирма, наверное, от убийства. Ну, то есть, скорее всего, нет, потому что, если бы они имели публикацию, они бы, наверное, на нее сослались. Это не по ковиду ведь отчет? По ковиду, по эффективности. Это у вас такое? Да, я сейчас попрошу. Не-не-не, ничего страшного, ну, просто. Успокойте собаку, пожалуйста. Это у меня так соохотничает, да. Голос, ему скучно стало одному сидеть. Правильно. Надо на охоту ходить, а вы всякие лекции читаете. Ну, да, потом и сердится. Пытаете ли вы целесообразно определить иммунный статус перед вакцинацией против гриппа? Вы знаете, ну, вообще есть данные, что вакцинация от гриппа приводит к какой-то поликлональной стимуляции иммунного ответа. Мне попадались работы, что вакцинация от гриппа за счет поликлональной стимуляции снижает вероятность летального исхода от ковида в какое-то определенное, ну, не очень высокое, но на определенную процентную величину. То есть, в принципе, наверное, конечно, перекрестного иммунитета как такового, конечно, никакого нет. То есть, у них антигены совершенно разные. Но как за счет поликлональной стимуляции? Нет, нет, тут вопрос по-другому. Имеется ли смысл определять статус перед вакцинацией? А, нет, конечно, знаете, это абсолютно, это не метод, вообще, это очень сложно, вообще-то иммунная статус, это очень, так скажем, вот она сама по себе, а как она привязана действительно к иммунному ответу на выходе, но... Так, как часто можно давать эрофамин в год? Что, что, что? Как часто можно давать эрофамин в год? Да сколько угодно, он не вызывает ни привыкания, ничего, он не позиционируется, скажем, как профилактика, он позиционируется только как лечебный препарат, а так как он не вызывает привыкания, и к нему нет, невозможно выработать устойчивость, то, в принципе, сколько угодно. Но если исходить из того, что человек раза три в год болеет всякими ОРВИшными вирусами, то ради бог. Так, вопрос мне, какие препараты рекомендуется при ОРВИ мною? Или рекомендуете ли? Ну, я ничего не рекомендую. Я это... Противный препарат. Понимаете, но, в принципе, не вы один, потому что в американских гэдлайнзах, да, там два пункта, постельный режим и обильное питье. Я кока-колу при ангине, это вот мое. Ну, остальное... Так, хочется задать глупый вопрос. Вирус, живой организм, немножечко подзабыли микробиологию. Ну, вообще-то, вирус не относится к живой природе, я так напомню, что это промежуточное состояние между живым и неживым. У него есть признаки как живого, так и неживого. Поэтому, это не микробиология, это вирусология, это немножко другая наука. Я правильно, Владимир Владимирович, так? Да, правильно, поэтому, вот именно поэтому его трудно убить, не убив сам макроорганизм, понимаете? Так, каким образом осуществляется конкуренция между вирусами при заражении, например, гриппом и ковидом? Ну, вообще, это исторически выработанная защита клеток, вот как раз для этого в какой-то мере интерфероны первой линии служат. Вот, та клетка, в которую пробрался вирус, она как раз начинает синтезировать интерфероны, которые, с одной стороны, закрывают вход вирусом в другие клетки, а во-вторых, не пускают второй вирус внутрь клетки, то есть, вот заражение одной клетки двумя разными вирусами, это невозможная вещь, потому что клетка моментально закрывается для других вирусов, поэтому два заболевания могут быть у человека, но будут поражены разные клетки, то есть, в одной клетке не могут быть и вирус гриппа, и вирус ковида. Иван Александрович, мискарян, почему не меняются цифры после слова ковид? Ну, это, вообще-то говоря, обозначение просто варианта вируса, больше ничего, какие-то, как можно там менять цифры? Ну, точно, так же, как грипп H1N1 в Филадельфии 0,9, в 2009 году его открыли и тут же не прибавить, не убавить. Так, опять меня хотят. Слушайте, бывали ли омикроны, да, кто омикрон, это повторный омикрон, а кто его первично определял, что это омикрон? Это же эпидемиологические данные, потому, какой вирус гуляет сейчас, какой же там, а не конкретный. Различия между ними клинические, минимальные, кроме того, что один полегче, другой потяжелее был штамм, а так, в общем-то, идет постоянно, инфекции полно, я не знаю, нас дают статистику, что очень мало ковида, мне кажется, что это не совсем так. Да полно его, просто очень плохо сейчас лабораторно определяется. Лабораторный, он стал легким, поэтому многие с ним как-то 2-3 дня пережили, но вот буквально сегодня у меня была больная, довольно тяжелая, на мой взгляд, которая перенесла абсолютно легкий ковид, у бабушки, они живут вместе, у бабушки ковид был определен, у всех остальных в семье, было какое-то ОРЗ без всякого определения, и антитела, и ПЦР, и все, ничего не получается. А дальше у нее началась клиника, ну, так, в общем, где-то гиен-баре, то есть у нее нарушение походки, она сама не может, 35 лет женщине, сама ходить не может, туман в голове, как это теперь принято, расфокусировка зрения, очень странные сны, ну, я люблю, плюс, к тему слов, поскольку мы ее впервые описали, она говорит, я не могу понять, то ли я проснулась, то ли я еще сплю, и вот эта вот тема перехода из сна в яфь, она очень интересна, характерна для ковида, я при других заболеваниях этого не слышал, ну, сегодня невролог посмотрел, поопределял, постучал, действительно, полинейропатия быстро прогрессирующая достаточно, может быть, не так, как классический гиен-баре, который быстро двигательные нейроны поражает, здесь скорее сенсорные какие-то вещи, но, тем не менее, мы порекомендовали обратиться на плазм-фресб, всего месяц после того, как она легонечко переболела ковидом, ну, вероятность того, что ковид, потому что все заболели, у одного человека он был определен, вот, поэтому, конечно, тут масса вопросов по поводу повторных заражений, легкости переноса и так далее. Ну, корреляция это между тяжестью и гиеном гиен-баре не всегда она есть. Прямо, скажем, наоборот, скорее. Ну, да, все обращают внимание на тяжелых больных, а то, что потом начинается у них осложнение, но гиен-баре тоже не специфическая реакция на ковид, да, это иммунное поражение нервной системы при любом вирусном, бактериальном, так сказать, стрессе условном, да, потому что это может быть и не обязательно после инфекции гиен-баре бывает, просто почему-то врачи о нем плохо знали, сейчас стали знать лучше, ну, мы просто лет 40 почти знаем. в инфекцию часто залетают под маской ботулизма. Да, все что хотите, главное, что плазмфресс надо вовремя сделать, вот в чем вопрос. Так, еще какие вопросы? Ну, хорошо, если вопросов нет, я тогда два слова в заключении скажу, что, конечно, меня наиболее поразили, порадовало ваши первые слайды о том, что гриппа нет, но то теперь все умирают от пневмонии, которой тоже нет, потому что это не пневмония, это вирусное поражение легких, которое почему-то обозначается пневмонией, что миллион направо, миллион налево, вообще, если включается Попова вместо врача, то это катастрофа, которая, к сожалению, отражается на больных, если бы это только было бы в нашем с вами обществе поговорили, разбежались, это одно, но ведь мы это прекрасно понимаем, что вслед за тем, что пишется на КТ пневмонии, дается антибиотик, или до КТ, или вообще просто дается антибиотик, а дальше начинается уже резистентность, и если, не дай бог, это дальше расцветает, то идет, соответственно, уже нарушение вплоть до смертельных тяжелых поражений, респираторных недостаточностей, и так далее, и так далее, Вот, поэтому, ну, я не знаю, что с этим делать, у меня прямо вот нет ответа, вместо того, чтобы сказать, вот у нас в этом году такой, 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 воспудитель, мне говорят, у нас Попова запретил, но мы куда вообще идем-то, в каком направлении, ну, это же просто какое-то безобразие, просто безобразие такое тотальное, вот, честно говоря, я, я немножко в шоке от ваших сегодняшних слайдов, вот, ну, что делать, придется, придется в этом как-то жить, существовать, спасибо большое, я думаю, что мы с вами еще будем встречаться, потому что сейчас сезон только начинается, мы как общество, наверное, единственное общество, которое каждый год регулярно опрашивает инфекционистов о том, что будет, в надежде, что на их ответы не так будет хорошо влиять гражданка Попова, вот, вот, всего хорошего, спасибо, до свидания.